27 февраля в нашем городе пройдет первый уральский чемпионат для начинающих уличных танцоров и он называется Расколбас Барабас. Расколбас Барабас. И подробнее об этом мы поговорим с одним из организаторов данного чемпионата Эльмирой Баймухаметовой. Доброе утро, Эльмиро. Доброе утро. Эльмиро, ну расскажите, что это за турнир и почему такое название? Ну понятно, почему Расколбас, а Барабас? Вообще у названия нет какой-то большой истории. Просто хотелось назвать как-то не банально, и чтобы это было близко к детям и к молодежи, потому что наш чемпионат в основном на детей и подростков ориентирован. То есть название такое, чтобы было, ну знаете, шебутное немножко. Ну, шебутное заворачивание. Получилось Расколбас Барабас. Ну получилось, кажется. Получилось, да. Мне уже хочется посмотреть, что это. А что это за турнир? Расколбас Барабас Батл – это чемпионат для уличных танцоров. У нас есть такая система уличных танцоров, она называется батлы. Вы, возможно, услышали, да, когда один танцор становится напротив другого, и, в общем-то, так мы выясняем. И они выясняют, кто из них круче танцует. Кто сильнее. Эльмира, а какие вот вы конкретно направления танцуете? Я танцую хип-хоп и хаос. А вот я слышал локинг, попинг, рукинг. Что это такое? Локинг и попинг – это фонтовый стиль. Ну, попинг, понятно. Да. А что вам понятно про попинг? То, что он не локинг уже, как минимум. Да, то, что он не локинг. Попинг его еще, ну, чуть-чуть вернее назвать папинг. Немножко поправлю, да. Это стиль танца, наверняка вы видели, такой, типа в стиле робота танцует. Вот, очень резкие сокращения мышц, четкие позировки. А вы можете показать? А то вы рассказываете, у вас ваши руки танцуют. Пританцовывай. Ну, допустим, вот есть базовое движение в папинге, оно называется фресно. Да? Мы фиксируем руку резким напряжением мышц. Вот. В принципе, в папинге весь стиль основан на том, что вы делаете позировки и сокращаете резко мышцы. То есть напрягаете и расслабляете их. Вот. Из-за чего получается такое прям точечное движение. Пап-пап-пап-пап. Почему назвали папинг? Потому что говорили пап. Когда резко напрягали, говорили пап. Вот от этого я снялась. Эльмир, ну вот все американские названия, а вот где наши русские? Кадриль хочу, плесовую. Хочу. Вообще, стиль танца зародился как бы не в России, в Нью-Йорке. Зародился, да, он вообще изначальный хип-хоп, там брейкинг. Потому что музыка пошла оттуда. Впервые начали экспериментировать с музыкой за границей. И поэтому как бы в России все пришло именно оттуда. Все идет от музыки, где рождается музыка, там и стиль. А насколько в России это массово? Сколько вас, сколько вы планируете участников чемпионата? Сколько сейчас занимаются людей уличными танцами? Ну, вообще, с каждым годом все больше и больше людей присоединяется к уличной культуре. И, допустим, такие программы на телеканале, как «Танцы на ТНТ», да, они тоже помогают этому. Потому что люди видят больше и больше стилей, которые есть в уличных танцах, и они присоединяются. Ну, мы планируем как минимум около двухсот участников по Челябинской области собрать на чемпионате. И также к нам приедут с разных городов ребята. А вот у вас как-то отбор осуществляется? Или вот все желающие? Все желающие. Я могу прийти, записаться. Ну, ты же не танцует. Ну и что? Я скажу, это новое направление. Степинг. А вообще нет ограничений. Нет ограничений. Да, ни возрастных, ни... Нет, просто приехал, подал заявку и вступай в банк. Да. Есть единственное ограничение, если вы занимаетесь меньше трех лет. То есть те, кто занимаются больше трех лет, мы считаем, что они уже профессионалы. Да. Они уже должны состязаться с более сильными соперниками. Так что Степинг пойдет. Степинг пойдет. Не, ну мне кажется, это очень хорошо, что молодежь выходит на улицу, начинает танцевать. Не как раньше, сбиваясь в какие-то группировки, а вышли и танцуют. Это же классно, да? А в Челябинске вас много? Вот просто тех, кто занимается? Да, очень много. Очень много различных школ танцев, да и вообще просто танцоров, которые сами... Эльмира, а вот скажите, а вот что этот турнир он даст всем участникам? Ну, помимо того, что они себя смогут показать. В первую очередь, турнир направлен на объединение, общение среди разных городов, среди разных возрастов, обмен опытом. Приезжает очень много сильных танцоров, которые уже танцуют много лет. И вот это очень важный момент, когда, получается, новички, да, перенимают опыт от тех, кто уже давно в деле. И переносятся не только танцевальный опыт, но также отношение вообще к самой культуре. А вот кто-то из приглашенных гостей, может быть, какая-нибудь танцевальная звезда? Культуры. Будут очень много приглашенных гостей из других городов. В наших кругах, как бы, хип-хоп-танцоров они очень известны. Скажите, что будет получать победитель чемпионата? Кубок, диплом, медаль? Победитель получает кубок, потом у него будет диплом, также подарки от спонсоров. Хорошее настроение. Ну и все-таки он будет победителем, да? Ну и, конечно, это внутреннее ощущение, что тебя признали здесь лучшим. Это важнее многих наград и побед. Достается с детьми навсегда. А скажите еще, Эльмир, где это все будет происходить? Потому что хочется посмотреть. Это будет проходить по адресу Проспект Ленина, 62А, танцевальный центр Дэнсхаус, очень известный в нашем городе. Там практически каждые выходные происходят какие-то соревнования, чемпионаты, мастер-классы. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие друзья, я напомню, что мы побеседовали с одним из организаторов чемпионата Расколбаса-Барабас Эльмирой Мухаммедовой. Напомню, что чемпионат пройдет в Челябинске 27 февраля. Ну а мы вернемся в студию через пару минут.